Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев, и мы начинаем наше виртуальное путешествие по осеннему Берлину. Это выставка IFA 2017 года. А попали сюда мы благодаря нашим друзьям, нашим спонсорам этой поездки, сервису по поиску и бронированию самых дешевых отелей Room Guru. С помощью единственного и бесплатного приложения, которое доступно и в Google Play, и в Apple Store, можно искать самые выгодные предложения на гостинице по всему миру. Этот сервис сам находит среди различных систем бронирования, сравнивает цены и предлагает вам на конкретную гостиницу самое лучшее предложение. Ну а здесь и сейчас, буквально 10 минут назад, закончилась презентация новейших продуктов от компании Sony. Были представлены три смартфона, о которых мы сейчас поговорим уже в ставшем традиционном для нас режиме интервью с представителем Sony Mobile России Михаилом Черновым. Итак, Миш, привет! Привет, Андрей! Это же традиционная рубрика «Что там у Sony?». Значит, я правильно понял, что представлено было типа два флагмана, но не флагмана. Все-таки кто старший? Не типа два флагмана, а два продукта, флагманских продуктов, которые дополнили флагманскую линейку. То есть у нас теперь три продукта во флагманской линейке. XZ Premium остался как бы во главе Олимпы. Да, во главе Олимпы, потому что он обладает самыми топовыми характеристиками из всех троих. Понял. Значит, получается XZ1 и XZ1 Compact. То есть это два аппарата, практически идентичные по начинке. Давай пробежимся быстренько, что у нас тут есть. Ну, давайте сделаем так. Что общего есть в двух аппаратах? Вот здесь уж, чтобы зрителям было получше видно, это XZ1 и XZ1 Compact. 5,2, по-моему, да? 5,2, 4,6, да. Что общего? Чипсет 835, да. 4 гигабайта оперативной памяти, что и у малыша, что и у большого. Motion Eye Camera, это наша новая уникальная камера. 19 мегапикселей, которая называется Motion Eye. Такая же, как на Premium. Абсолютно такая же, да. И у Premium, кстати, тоже 835 чипсет. 19-мегапиксельная камера, которая уникальна тем, что у нее есть встроенный буфер памяти. То есть, своя собственная память непосредственно в модуле камеры. То есть, Super Motion, 960 кадров, все работает? Да, абсолютно, да. Также здесь общая пылевлагозащита, точно так же, как и у XZ Premium. Также здесь есть, вот в XZ1, интересный факт, есть возможность поддержки гигабитного интернета. Так называемый, либо LTE Advanced, либо Gigabit LTE. Сейчас работает в Москве у Megafon. Для того, чтобы гигабитный интернет работал, необходимо, чтобы у смартфона было 4 антенны. И, соответственно, они агрегируют весь сигнал непосредственно в телефоне, тем самым позволяя использовать как раз гигабитный интернет. Он металлический. Здесь специальный металл, это цельнометаллическая оболочка. Нет швов на боковых поверхностях, потому что, опять же, цельный лист. На ощупь он очень приятный, слегка такой матовый, всего 4 цвета, толщина 7,4 миллиметра. Но объектив немножечко выпирает выше корпуса, потому что сам по себе модуль физически очень большой. Ну, понятно. Да, и тут одна из самых больших матриц на мобильном рынке по размеру. Поэтому камера такая, какая она есть, но она здесь действительно удивительная и позволяет к процессу съемки подойти несколько нестандартным путем, благодаря новым фичам. Это и супер слоумоушен, и предиктивная съемка. И еще одна фишечка, но про нее чуть позже. Чуть похоже, да. Сюрпризик будет. Да, да, да. Скажи мне, пожалуйста, то, что он тонкий, отразилось, я так понимаю, на его аккумуляторе. Вот тонкий момент, опять же. Расскажи емкость и как ее воспринимать, эту емкость. Емкость, на первый взгляд, может показаться, что ее не так много, как хотелось бы. 2700 миллиампер. Но хочется отметить сразу же то, что смартфон будет выходить на Android 8, Android Oreo. Сразу из коробки. Сразу же из коробки, да. Это большой плюс. И это, кстати, общий плюс для XZ1 и XZ1 Compact, потому что это первые два наших смартфона, которые будут на Android. Но практически все смартфоны текущего модельного ряда получат Android 8 в самое ближайшее время. У нас 2-симмочная будет. XZ1 2-симмочная, XZ1 Compact, Single SIM. То есть маленький будет с одной сим-картой. С одной сим-картой. В зависимости от, точнее так, то есть на нашем рынке он будет только с одной сим-картой. Нет, он в мире только с одной сим-картой. В мире? А почему? То есть, что с чем? Это общая политика компании. И на самом деле это фокусный рынок для компании. Это Япония. И это операторский рынок. Поэтому эта модель сфокусирована именно для продажи в Японии. Но если ты продаешь его как оператор, то тебе важно, чтобы там была одна сим-карта, чтобы ты мог ее предлагать как отдельную историю. Все понятно. Android здесь восьмерка. Потом здесь уникальный тип накопителя встроенной памяти. Это флэш, естественно. Но это не EMMC стандартный. Это UFS. Да, расшифровывается как Universal Flash Storage. Это уникальный тип памяти, который в четыре раза быстрее обрабатывает информацию, до полутора гигабит в секунду. Это реально очень круто. И это очень качественно влияет на энергопотребление. Потому что все процессы в телефоне, например, от запуска игр, элементарно, да, когда вы запускаете какую-нибудь тяжелую игрушку, например, там Asphalt или Unjustice 2. У вас все это происходит быстрее, то есть меньше энергозатраты идет на запуск приложений. Я понимаю, что самый 735 достаточно экономный. 835, да, он очень экономный. Также поддержка гигабитного интернета, но известно, чем выше частотный диапазон, тем меньше затрат идет на потребление энергии. Тогда давай сакраментальный вопрос. По сравнению с предыдущей версией по автономности, по реальному времени? По реальному времени вы не будете проблем испытывать в течение целого дня. Вам не придется заряжать устройство. То есть на день хватать будет? Абсолютно. Зуб даете? Да. Зуб даете. Хорошо, отлично. А компакт особенно, потому что у него аккумулятор такой же мощности, как у XZ1. А экран меньше? Да, а экран меньше. И разрешение у него меньше, но это не так чувствуется, потому что экран меньше. Да, Михаил дает за компакт два зуба, а тот один. Хорошо, здесь по материалам. Здесь материал очень интересный. Это армированный стеклопластик. То есть это очень интересный материал. Это полимер, в котором инкрустированы волокна стекла. Подожди, значит, что он полоски не бьется? Он не то, чтобы... Ну, если ты уронишь, что с ним будет? Во-первых, у нас не ударопрычный телефон. Ну, просто если ты случайно уронишь, да? Да, он не изменит форму. Он не деформируется даже при самых сильных нажатиях, естественно. Вот, при падении, ну, мы не рекомендуем его наронять, потому что это чревато тем, что вы сможете разбить стекло. Хотя, но здесь и Gorilla Glass пятого поколения. Это пятый Gorilla, да? Да, да. Используется два с половиной D, оно слегка закреплено по краям, очень органично приходит в корпус. Вот. И, не знаю, насколько это будет видно зрителям, но у него нет визуального ощущения пластика. То есть, продукт выглядит практически как металл. Отдельно, да, хочется еще отметить, что вот эти вот две заглушки сверху, они металлические, это алюминий. Они созданы специально для того, чтобы обеспечить наилучший прием сигнала, когда вы используете. Здесь, кстати, за счет того, что он чуть-чуть толще, камера уже не торчит. Здесь все полностью спрятано. Верно, абсолютно. Здесь гигабит на интернете нету? Да, нет, потому что здесь как раз нету вот той самой дополнительной антенны. Да, да, то есть, здесь две антенны, здесь, если здесь у нас интернет КАД-16, это категория LTE, да, то здесь КАД-15. Но я думаю, вы не сильно огорчитесь, потому что он может принимать данные со скоростью до 800 мегабит в секунду. Это до гигабита, а это 800, но это где-то рядышком. В ситуации, когда у нас 4G, да не везде еще, так сказать, нормально работает, то, в принципе, да, согласен. Примерно сроки сориентируй. Сроки в России оба продукта появятся в начале октября. Начало октября? Да. По ценам пока не... По ценам, но это верхний ценовой сегмент. Понятно. Да, мы сообщим дополнительно, но сейчас пока мы не коммуницируем цену в России. Но сейчас по состоянию на начало сентября, грубо говоря, пока сюрприз. Да. Хорошо. А третий продукт? Третий продукт... Как к нему относиться? Конечно же, хорошо. Это КА у нас, да, или XA? XA, ну, конечно же, были шутки, когда мы анонсировали линейку XA, да, ХА, но позитивная линейка, можно честно сказать. Да, можно ухохотаться. Что в ней хорошего? Мне очень нравятся эти смартфоны тем, что они предлагают хорошо уже обкатанные технологии предыдущих флагманов по очень привлекательной цене. Точно так же и XA1+. Что здесь интересного? Во-первых, здесь дисплей, обратите внимание, он безрамочный и занимает всю ширину устройства. Ну, я хочу, кстати, обратить внимание зрителей на то, что на самом деле у флагмана... То есть флагмана рамочки сдулись, а здесь они стали чуть-чуть шире. И теперь они почти одинаково воспринимают. Почти в паритете, да. То есть здесь нет теперь такой разницы, как раньше, что берешь XA, и ты думаешь, блин, какой он узкий, там просто нет рамок. А берешь, например, премиум, и ты понимаешь, что у него широкие рамки. А теперь ты берешь XZ1 и XA1 плюс, и ты понимаешь, что они близки вообще. Они близки, да, но все равно здесь рамочки все же немножечко потоньше, чем в XZ1. Но визуально... Фактически я тебе могу сказать, что отличаются они только размером. Размером, если ты других моментов не видишь. И тут, кстати, очень интересный такой нюанс. Я поймался о мысли, что я не могу отличить лежащие на столе, где из них флагман, а где не флагман. Наверное, это хороший комплимент для тех, кто купил не флагман, но хочется выглядеть как... Это на самом деле хороший комплимент для тех и для тех, потому что мы используем один и тот же дизайн. Ну да, да. Одну и ту же концепцию дизайна, которая называется loops of face. Это когда одна грань плавно переходит в другую через плавный изгиб. То есть, если вот так вот будете крутить телефон, то у вас создается ощущение зацикленности из дизайна. Я уже говорил в обзорах, что это некий фетиш. То есть, просто приятно. То есть, ты сидишь... Да, да, да. Особенно XZ1. Да, да, да. Сидишь и крутишь. По начинке. По начинке, да. Вот дисплей 5,5 дюймов Full HD. Камера здесь, между прочим, очень крутая. 23 мегапикселя, она перекочевала из флагманской линейки Xperia Z5. То есть, здесь камера как... Такая же, как в Z5, да. Чипсет у него, это топовое... Одно из топовых желез от Mediatek. Это Helio P20. P20. Да, P20. Это 8 ядер. 8 ядер, 4 гигабайта оперативки, 32 встроенных, честный Dual SIM слот. У нас есть слот по 2 сим-карты. Тут даже написано 1, 2. И также дополнительно у нас под microSD есть платок. Отдельно. То есть, вы можете эти 32 превратить во сколько максимум? Плюс 256. 256. Еще. Еще. До кучи. До кучи. И отдельно 2 сим-карты. Вот эта фишка классная. Почему ее нет в XZ1? Можно задать вопрос? Опять же, фокусные рынки, это операторские рынки. Поэтому приходилось выбирать на большинстве рынков мира гибридный слот, он легко заменяемый. То есть, мы можем ставить одну наносим и microSD. А, понятно. Специально для российского рынка делается дополнение, что можно поменить. Либо-либо. Да, либо-либо. То есть, этим и обусловлено. Позволь, так сказать, под барабанную дробь сказать, что теперь на линейке XA у нас появился... Да, сканер отпечатков пальцев. Правильно я понимаю, что сам датчик точно такой же, как на флагманах? Да, да, да. То есть, столько же скорости сарапатывания со всеми фишками, со всеми пирогами. И плюс ко всему, у вас есть NFC, и, соответственно, со сканером отпечатков пальцев вы можете очень удобно использовать Android Pay, например. Но, в первую очередь, мы это делаем для того, чтобы устройство можно было комфортно соединить с какими-то аксессуарами, с аудио-наушниками, с Bluetooth-колонками. То есть, просто прикладываете, и все. Но Android Pay как бы поддерживается в прошивках, в официальном, потому что, на самом-то деле, понимаешь, в чем прикол. На некоторых аппаратах есть NFC, но Android Pay не работает. Нет, у нас у всех работает, пожалуйста, да. Все без проблем. Таких ограничений вы можете использовать, это очень удобно. Хорошо. Еще один важный момент, я не дам тебе сказать. Это аппарат, у которого самый емкий аккумулятор среди всех Xperia 2017 года, 3430 мА. То есть, на самом деле, это такой, получается, интересный смартфон для тех людей, кто любит игры и какие-то мультимедийные развлечения. Плюс, те люди, которые хотят использовать свой смартфон максимально долго и автономно. То есть, ну, как назовем его очень грубо, некоторые любят это выражение, рабочая лошадка, да. То есть, отличная камера, большой дисплей для чтения книг, браузинга, серфинга и так далее. Получается, что он дольше проработает, чем Z1? Не совсем. У него больше дисплей. И, ну, теоретически, да. Почему нет? Даже несмотря на то, что здесь процессор немножко другого, другой энергопотребляемости, назовем это так. Скажем так, да. Но тут, на самом деле, очень много факторов. Здесь не такое крутое соединение с интернетом и вообще с вышками, как в этом аппарате. Но аккумулятор более емкий. Я думаю, на самом деле, это хороший повод провести себе такой правильный тест. Сравнить в бою. В бою. Да, да. Хорошо. И позволь мне теперь вот к главной фишечке этих устройств перейти. Да. То, что было здесь заявлено вот на этой самой сцене буквально недавно. 3D Creator. Что это такое в двух словах? Это бомба. Это реальная бомба. Уникальный сервис, уникальная возможность, которая предоставляется только на наших аппаратах. И делается это в исключительном качестве. Это не просто софтовое решение. Можно ли сделаем так? Я могу показать. На мне. На мне, значит. И поскольку я должен буду молчать в этот момент, чтобы не сбиться. Так? Я прошу тебя комментировать, что ты делаешь. Хорошо? Да. Значит, мы сейчас встанем и попробуем, как это работает. Итак, смотрите. Мы можем сканировать различные типы объектов. Это лицо, голова, бюст. Мы можем сканировать еду. Куда же без этого. И какие-то отдельные 3D-формы. То есть это игрушка, например, вы можете сканировать. Или раковину. Что мне делать нужно, скажи? Нужно сесть, расслабиться, снять очки и просто наслаждаться 3D-сканированием. Почему с очками нет? Потому что отражающая поверхность. И, соответственно, она может быть ярким. А, преломления вот какие-то, да? Да, преломления, да. Ну да, попробуем. Давай. Так, запускаем. Сканирование головы выбираем. И так, для того, чтобы ты смотрел как бы прямо в 3D-сканирование, тебе нужно смотреть приблизительно вот в эту область. Но не смотри мне на шею, да? Просто чуть выше. Просто, да, чуть выше. Так, он сфокусировался. И... 3-4. Отдельно хочу отметить то, что это не софтовое, не только софтовое решение. Это еще и хард, потому что используется наш уникальный модуль камеры, который обладает встроенной памятью. Встроенная память как раз позволяет обрабатывать информацию в 5 раз быстрее, чем любой другой обычный модуль камеры и обеспечивает высокую скоростную способность. Соответственно, для того, чтобы мы могли делать хорошее 3D-сканирование, нам необходимо... Скажи, что лысый хорошо получается. Да, да, Павел, здравствуйте. Вот. И сейчас мы переходим... к рендерингу. Это вторая часть сканирования. То есть нам нужно вот так вот сканировать объект со всех сторон, чтобы все блестело и сияло. С этой стороны, чтобы у нас не было лишних подбородков. Вот. Мы проходим все части области, точнее, сканирования. Нажимаем «Готово». Сколько это занимает все? Занимает в среднем где-то около минуты. Вот. И сейчас будем смотреть результат, подготовка модели. Давайте оставим, чтобы у нас сохранился снимок. Окей. Подробнее. А, так, сейчас. Все. Вот у нас модель Андрея. Все. Мы можем вертеть Андрея. Голова закружится. Да. Слушай, можно поближе? Да, поближе. Можно рассмотреть Андрея. Ух, нифига себе. Деталях. Вот. А смотри, полоска от очков, да? У меня полоска от очков даже здесь тоже образовалась. Вот. Она есть и на живом Андрея. Слушай, ну вот чуть-чуть у меня с бровью все в порядке, а тут как бы есть большие нюансы. Здесь, на самом деле, свет, наверное, да? Во-первых, свет. Для того, чтобы обеспечить наилучшую форму сканирования, необходимо, чтобы было равномерное освещение. Потом здесь очень интересный алгоритм. Он самообучающийся. Каждое последующее сканирование будет лучше предыдущего. Одного и того же? Одного и того же объекта. То есть, если вот сканировать себя во второй раз, все будет супер вообще, без каких-либо артефактов. Можно опубликовать в социальных сетях. Ты пришлешь мне эту штуку? Да. Я повешу у нас, показать, как оно. Можно загрузить Sketchfab. Я опубликую это на твоей странице. Можно поделиться файлом. Например, вы можете сделать это по Bluetooth, по... А что он передает? По e-mail. Он передает объект, зазипованный файл, скачав какую-нибудь 3D-программу, специальную для просмотра 3D-объектов. Вы сможете открыть на любом смартфоне. То есть, для просмотра 3D-модели необходимо специальное приложение. А, ставишь его, загружаешь, то, что тебе передали, и тоже ставить точно, как крутишь. И мы можем использовать твое вот лицо как фоновый рисунок. Вот обратите внимание, я сейчас быстренько настрою. Здесь параметры я уберу. Просто окошко Google, да, вот, можно теперь в разные стороны. Я могу добавить сейчас еще один рабочий стол. Вот это домашний. Вот. Соответственно, обратить внимание, ты еще будешь двигаться в зависимости от того, как телефон повернул. Параллакс чуть-чуть, да. Параллакс работает, да. На демонстрации показывали, что можно на аватарке вешать. Можно делать аватарки, причем применение аватарок очень интересное. То есть, аватарки, можно отсканировать лицо и отдать их персонажу, который будет участвовать в съемке с элементами дополненной реальности. То есть, ты можешь сделать скан своего лица, наделать кучу своих аватарок и потом снимать себя в окружении себя самого в различных реинкарнациях. Скажи мне, где это будет работать? То есть, это работает на XZ1? И XZ1 Compact. Изначально. Если, я правильно понимаю, на премиум же точно такой же модуль. Почему там? Пока сейчас эта технология будет применяться только в двух моделях, как некоторый дифференциатор, для того, чтобы привлечь внимание к новинкам. В будущем рассматривается вариант использования 3D Creator, конечно, и в других моделях. Те, у кого XZ Premium есть, они могут ожидать это? Да. То есть, но это придет к ним? Так или иначе. Теперь скажи мне, а если эту штуку, то есть, можно ли эту программу поставить на другой аппарат? Можно, но качество сканирования из-за того, что будет использоваться другой модуль, который не способен пропускать так быстро информацию, будет значительно хуже. То есть, на самом деле, мы не пробовали, но это не только софтовое решение, это софт плюс хард. Слушай, супер. И последний момент, который я хочу спросить. Вот я увидел совершенно фантастический гаджет, там у стенки прибитый. Называется он Xperia Touch, да? Да. В двух словах, значит, что это? Это интерактивный проектор. Интерактивный проектор. Да, это абсолютно новая категория гаджетов, которые на андроиде базируются. То есть, это устройство, которое превращает любую поверхность 23-дюймовый сенсорный экран на андроиде. Но мы же можем это отменять подальше, будет больше экрана. Да, да. Но при этом это еще и проектор. Соответственно, мы можем сделать изображение выше, но оно теряет свой интерактив. То есть, для того, чтобы осуществлялся... А что пальцем можно было тыкать? Да, необходимо, чтобы устройство соприкасалось с поверхностью, на которой осуществляется проекция. Соответственно, вы можете сделать картинку больше, до 80-ти дюймов. То есть, практически чуть больше полутора метров, без потери качества. И смотреть кино. Смотреть кино, да. При этом устройство портативное, вы можете его переносить куда захотите. Оно весит 992 грамма. Соответственно, вы можете его взять и на дачу, например, и даже на отдых, и в гостинице, когда вы отдыхаете. Вы можете использовать проектор для того, чтобы смотреть... Операционка и железо. Операционка. Android 7. Но, кстати, он будет обновляться и до Oreo в самое ближайшее время. Чипсет у него Qualcomm Snapdragon 650. Оперативка? Оперативки 3 гигабайта, но обратите внимание, что здесь другая парадигма использования устройства. То есть, здесь нет экрана, да. Поэтому оперативка и вычислительная мощность не тратятся для того, чтобы передавать изображение на экран. Здесь лазерная проекция, не ламповая. Устройство может работать ежедневно в течение 4 часов, в течение 5 лет. Это ресурс лазера. Расчетный ресурс? Расчетный ресурс, да, да, да. Что вы можете посчитать, на самом деле, сколько беспрерывной работы может обеспечить это устройство. Это капсульное производство. Что такое капсульное производство? Это небольшое производство, вызванное уникальностью объекта. Это не крупная серия, да. Мы планируем расширять производство по мере проявления потребительского интереса гаджета. Вот. У него уникальный инфракрасный датчик, благодаря которому происходит распознавание касания. У него уникальная камера, которая дополнительно создана для того, чтобы касание считывалось максимально схожим, как будто вы работаете с планшетом. У него специальный лазер, у него специальная акустическая система, которую разработали коллеги из Бравии, но впервые это реализовано в Xperia Touch. То есть даже в телевизорах новейших поколений нет такого звука. Там 4 динамика. А4. Показываю 4 на самом деле вот так. Даете на тесты? Конечно. Слушайте, но это, я честно говоря, вот в восторге, во-первых, от концепции, от отзывчивости и от того, какие killfish оно делает. То есть что отбрасываются там многие вещи, которые, ну ты воспринимаешь, там вплоть до телевизора на даче, вплоть до планшета, вплоть до, не знаю, там проектора. Там же Powerpoint. Это 3 в 1 получается, да. Нет, он поддерживает на самом деле все приложения, которые доступны в Google Play. Соответственно, клавиатуру можно запустить, можно печатать. Это как особое мнение, но только не с Томом Крузом, а с вами в главной роли. То есть вы можете делать все, что угодно. Это реально очень круто. Я думаю, что мы попробуем после выставки в спокойном режиме. Мы попросим Xperia Touch, по крайней мере, Михаил обещал. Обязательно дадим на тест. Так что попробуем. Ну и, соответственно, будем ждать новинки в России. В начале октября? Да, спасибо. Спасибо большое. Я не знаю, как вам. Мне лично очень понравились новые фишки, которые предлагает Sony в своих продуктах. А самое главное, то, как уютненько и классно расположились новинки во всей модельной линейке. Потому что, когда появился XZ Premium, он был какой-то очень оторванный в космосе. Я когда делал его обзор, я себя ловил на мысли о том, что его характеристики безумные. Какие-то слишком крутые, слишком дорогие. Он слишком крутой и непонятный в каких-то местах для какой-то реальной повседневной жизни. А тут, получается, выходит XZ1, который чуть меньше, но имеет точно такие же характеристики, но, пожалуй, кроме экрана 4K. Там экран Full HD, но это его совсем не портит. Потом выходит XZ1 Compact. Это просто, ну, песня, просто гимн для тех, кто хочет иметь смартфон с диагональю меньше 5 дюймов. Я знаю, что многие люди ходят до сих пор с предыдущими моделями двух-трехлетней давности, потому что не хотят ни на что их менять. Третья же фишка XZ1 Plus абсолютно классная тема, потому что он четко посредине попал между XZ1 Ultra 6 дюймов и 5 дюймовым просто XZ1. 5,5 дюймов ровно середина, но он просто кладет их на лопатки своей камерой, кладет на лопатки их своей реализацией, потому что он сделан уже практически как флагман, но самое главное, на нем появился сканер, и теперь, ну, даже нет формально к чему-то, чтобы придраться. А за счет того, что там две симки и отдельная карточка памяти, ну, вообще круто. Получается, что у Sony есть сразу три флагмана и три подфлагмана аппараты, которые рассчитаны на разные ценовые сегменты, на разные размеры и с разными внутренними фишечками, которые их дифференцируют друг от друга. Ну, а вот этот 3D-криэйтор, 3D-аватары, ну, это вообще какая-то килл-фича Sony, потому что никто ничего не предложил даже близкого по крутизне и по степени реализации. Ну, а насчет проектора Xperia Touch могу сказать только одно. Я просто влюбился и хочу как можно быстрее получить эту штуку для подробного и всестороннего теста. На этом сегодня все. Мы продолжаем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok